С алюминием, то там была бы другая совершенно картинка, там ТЦ гораздо ниже, и, так сказать, продоблюдать это было бы гораздо сложнее. Ну, собственно, были эксперименты раньше поставлены с алюминием, но, да, на диске, правда, больше были, но там их было бы подобного ничего не надеяться. Вот, кратко, например, предложено возможное объяснение двум последним экспериментам, недавно, и предложен теоретический подход к проблеме дермоактивации для экстремально малоразменных светлых университетов. Ну, основная идея заключается в том, что разложение по нижнему уровню Аландау в параметрах порядка нужно, к каким-то образом, прикорборировать в технические уровни антипрофобера планка. Спасибо за внимание. Сказал бы, если в параду нашу температуру уменьшить, тогда мы имеем в виду выхода на алюминическую лошадь? А там, я не что сказал, там температура была ниже, а толщина тоже была ниже. Да. В итоге, получается, там не полтора раза, а только процентов 35. Ну, да, ну, чтобы проверить, им достаточно просто. Ну, ты там, понимаешь, там уже пойдет все размеры. Да, да, да. Ну, это были важные размеры. То есть, по крещинке. Да. Ну, они уверены. В инциксе. В инциксе, желание изменится. В инциксе. В инциксе. Правильно. То есть, Fil-1 у вас положительные, да? Да. Ну, что вы берете теперь угол Fi, равный π. Соответственно, вдоль этого направления у вас они друг из друга вычитаются. Теперь феннуль у вас ведет себя в точках, обходящихся фазы. Теперь у вас вот таким вот образом устроена феннуль, то есть колокольчик. А феодин, наоборот, растет. И тогда есть некое значение R вдоль этого направления, где у вас параметр порядка минимальный. Если вы начинаете вот эту C1 забирать для некого критического значения, то в этом месте у вас параметр порядка по модулю давится до нуля, и там возникает фазовая особенность. Это и есть процесс зарождения пикра. Вот такое вот представление.